привет всем сегодня в обзоре самоходные минометные системы армии различных стран самоходные минометные системы обеспечивают огневую поддержку передовых частей при ведении боевых действий как в обороне так и что особенно важно в наступлении боевые порядки армии используют несколько вариантов минометных систем от 60 до 240 миллиметров сегодня мы рассмотрим 10 лучших минометных систем в мире на 10 позиции и мос и мос это уникальная система в которой на легковую машину с колесной формулой 4 на 4 установлен 81 миллиметровый миномет со скорострельностью 25 выстрелов в минуту и дальностью до 7 километров или 60 миллиметровый миномет производства испанской компании экспал со скорострельностью 35 выстрелов в минуту и дальностью до пяти километров система миномета и мос включает в себя элементы доработки платформы демпфер автоматическую систему наведения а также систему управления выстрелом специально разработанный демпфер уменьшает усилия и вибрации передаваемые на машину данные для стрельбы и баллистические поправки рассчитываются в автоматическом режиме для выполнения первого выстрела боевая машина приводится в боевое положение меньше чем за 10 секунд системе управления стрельбой требуется всего 20 секунд для определения местоположения и 10 секунд для наведения и стрельбы коэффициент вероятного отклонения менее двух метров на девятой строчке расположилась два с 9 но на с 2 с 9 но на с советская 120 миллиметровая дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийская минометная установка воплотившая в себе свойства миномета и гаубицы с 1981 года но на с на базе гусеничного транспортера бмд поступала на вооружение воздушно-десантных войск всех стран СССР в состав боекомплекта входят специальные осколочно-фугасные артиллерийские снаряды с готовыми нарезами на ведущем поиске такими снарядами можно стрелять на дальность до 9 километров а их невысокая начальная скорость 367 метров в секунду позволяет вести стрельбу с большой крутизной траектории предусмотрена возможность использования 120 миллиметровых осколочно-фугасных мин от минометов армии других стран в боекомплекция входят активно-реактивные снаряды имеющие специальный реактивный двигатель который позволяет повысить дальность стрельбы до 13 километров а также управляемые снаряды китолов 2 для артиллерии которые наводятся на цель с помощью лазерного целеуказателя и атакуют танк в самое незащищенное место сверху на восьмой позиции 2 с 4 тюльпан 2 с 4 тюльпан одна из самых мощных артиллерийских систем советского союза в 1971 году 2 с 4 тюльпан поставляли в элитные артиллерийские части резерва верховного главнокомандования это связано не только с ценностью этой системы но и возможностью вести из нее огонь ядерными минами находится на вооружении стран бывших республик сср обладавших ядерным оружием калибр 240 миллиметров дальность стрельбы обычной миной 9 с половиной километра активно-реактивной миной до 20 километров главная опасность именно 2 с 4 тюльпан в том что это именно миномет то есть боеприпас летит по высокой траектории такая стрельба идеально подходит к боям в городе потому что существует возможность вести огонь прикрывшись многоэтажкой в то же время количество взрывчатого вещества в 240 миллиметровой мини составляет 32 килограмма для понимания вес взрывчатки в 152 миллиметровом артиллерийском снаряде 7 с половиной килограмма то есть огневая мощь одного выстрела из тюльпана в разы больше обычной крупнокалиберной артиллерии седьмым в списке значится алла кран скорпион 120 миллиметровая легкая самоходная минометная система алла кран снабжена автоматизированной системой наведения сопряженной с навигационной системой и обеспечивающей время готовности к первому выстрелу после остановки на позиции до 35 секунд максимальная скорострельность миномета составляет 12 выстрелов в минуту но только в первую нормальный режим стрельбы 4 выстрела в минуту перевод из боевого положения в походное занимает 15-25 секунд это позволяет уменьшить уязвимость системы и ее расчета видимо поэтому испанцы отказались от бронезащиты алла кран считается одним из самых легких 120 миллиметровых минометов шестым в списке идет спир мк2 копье израильский 120 миллиметровый миномет является полностью автономной минометной системой с малым усилием отдачи которая установлена на высоко мобильной платформе спир мк2 может быть развернут и приступить к атаке за одну минуту оснащен системой управления и командования обеспечивающей возможности управления полем боя и ситуационную осведомленность назначение приоритетов целей и контроля за распределением задач между бойцами автоматическая система наведения может получать целеуказание с внешних источников таких как беспилотные летательные аппараты или артиллерийские радары скорострельность системы до 15 выстрелов в минуту дальность до 12 километров пятым значится оселсан алкар аж с 120 алкар представляет собой установку для ведения огня 120 миллиметровыми минами с мобильной платформы или со стационарной позиции цель оселсан с программой аж с 120 заключается в том чтобы обеспечить процесс ведения минометного огня в автоматизированном режиме алкар имеет автоматическую систему горизонта систему автоматической загрузки боеприпасов механизм гашения отдачи и системы управления огнем электронная система алкар может обеспечивать баллистические расчеты используя баллистическую информацию о вооружениях нато измерять скорость ветра отображать информацию о поле боя и интегрироваться с радарной системой целеуказания метеорологическими датчиками и передовыми системами наблюдения четвертое по списку амос амос или advanced mortar system это финско-шведская двуствольная 120 миллиметровая гладкоствольная самозарядная казенно-зарядная минометная башня ставится на несколько боевых бронированных машин таких как xa 180 паси росомаха и стритс фордон 90 башня амос может поворачиваться на все 360 градусов по горизонтали а стволы поворачиваются в вертикальной плоскости на углы от минус 3 до плюс 85 градусов амос способна как на стрельбу с обычных огневых позиций так и на огонь прямой наводкой для самозащиты электронная система управления огнем использует цифровые карты двухствольный амос может поддерживать темп стрельбы до 12 выстрелов в минуту используя управляемую компьютером функцию эморси несколько снарядов одновременно в воздухе можно установить единовременное попадание в цель до 14 снарядов 3 в списке идет патрионема патрионема легкая дистанционно управляемая 120 миллиметровая минометная система с высоким уровнем мобильности защиты и точности способная вести огонь как прямой так и навесной наводкой одной из особенностей системы является ее способность вести огонь во время движения эта система позволяет вести огонь на расстоянии до 10 километров со скорострельностью до 6 выстрелов в минуту вес комплекса 1900 килограммов в зависимости от платформы машина оснащенная системой может иметь от 50 до 60 выстрелов 120 миллиметровыми боеприпасами система также умеет совершать одномоментный удар из пяти мин они последовательно выстреливаются по разным траекториям а цели достигают одновременно боевой модуль с автоматическим минометом нема это облегченная версия минометной системы амос вторым в списке значится миномет барс-8 ммк мобильный минометный комплекс основой комплекса барс-8 ммк является двухосный полноприводный бронеавтомобиль барс-8 украинской сборки на коммерческом шасси доджрам оснащенный противопульной и противоосколочной защитой компоненты минометной системы алла кран юки арея испанской разработки все агрегаты минометного комплекса монтируются внутри бронекорпуса некоторые при развертывании выводятся наружу украинский самоходный миномет барс-8 ммк способен быстро выйти на огневую позицию осуществить привязку рассчитать данные для стрельбы развернуть и навести орудие и открыть огонь после проведения стрельбы за 20 секунд осуществляется уход с позиции позволяющий избежать ответа противника на случай столкновения с противником имеется турель с пулеметом и дымовые гранатометы расчет 3 человека комплекс барс-8 ммк использует новые таблицы стрельбы улучшена система управления огнем также модифицирована и упрощена гидравлическая система развертывания миномета заменены индикаторы пучков заряда зимой могли запотевать так как размещены вне бронированной капсулы установлена новейшая автономная метеостанция и наконец м 1129 страйкер м 1129 страйкер колесный бронированный миномет с колесной формулой 8 на 8 семейства боевых машин страйкер находящиеся на вооружении механизированных войск армии сша 120 миллиметровый миномет страйкер ведет огонь всей номенклатурой мин в том числе три осколочно-фугасных различающихся взрывателями и снаряжением три осветительных включая мину факел которой работает в инфракрасном диапазоне дымовая практическая и управляемая мина м 395 пи джи м м снабженная головкой самонаведения максимальная дальность стрельбы составляет 6 тысяч 800 метров скорострельность интенсивного огня 16 выстрелов в минуту бронированный корпус страйкера рассчитывался по соображениям защиты от пуль стрелкового оружия в том числе крупнокалиберного однако он полностью беззащитен перед противотанковыми гранатометами такими как рпг-7 или артиллерии врага однако отлично справляется в обороне из-за укрытий а вот в образное противоминное днище хорошо справляется со своим назначением при детонации мин до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте поэтому страйкер прекрасный аппарат для работы из засады или поддержки огнем наступающих подразделений друзья спасибо за просмотр если вам понравился обзор поставьте лайк а также напишите в комментариях какие из минометных систем вам понравились больше всего а еще подпишитесь на мой канал чтобы не пропустить новые интересные видео